Ну все, Леночка, вроде все купили. Ну да, туалетная бумага на месте, гречка на месте, все самые необходимые продукты на месте. Чипсы, кола тоже есть. Все, держи. Я дезинфицироваться. Я тоже. Быстрее, быстрее. Ой, дезинфекция. Быстрее, быстрее. Максимальная. Хлорочки добавили. Ты где? Я здесь, Леночка. Но это, по-моему, уже слишком. Безопасность превыше всего, зато никакой заразы на мне теперь нету. Фух, ну вроде не заразились. Давай, валась уже, хора лежать там. Блин, мы закукуем тут с тобой две недели, я даже не представляю, чем заняться. Ты что, кого-то ждешь? Блин, даже не знаю, кто там может быть. Не все даже знают, что мы приехать успели. Сейчас пойду двери открою, посмотрю. Леночка, только осторожно в глазок посмотри. Блин, Толик, тут какой-то мужик в бедном халате. Да открывай уже там, Леночка, не бойся. Ну ладно. Добрый день. Подождите, что вы творите такое? Профилактика. У нас карантин на районе, вы где-то отсутствовали. Вы, Толик, иди сюда. Что там случилось? Тут карантин на районе. А в чем, собственно, дело? Что от нас требуется? Обрабатываем живые помещения и проверяем население. Вы где-то отсутствовали? Ну да, доктор, приехали только с отпуска. Да мы знаем про карантин. Или что от нас-то еще требуется? На карантине сидеть мало. Надо пройти экспресс-тест. Вот у меня есть. Держите. Странно. И что мне с ним делать теперь? Девушка, это экспресс-тест на вирус. Эту палочку вам нужно облизать. Если же покажет одну полоску, то результат отрицательный. Если же, не дай бог, покажет две полоски, то результат положительный на вирус. Блин, стрёмненько как-то. Да, Леночка, что ты паришься? Ничего тут страшного нету. Давай облизывай быстрее. Ну ладно. Держите. Сейчас посмотрим. Так. У вас две полоски. Леночка, все, не подходи ко мне. Доктор, это не может быть какая-то ошибка. Девушка, ну вообще-то тесты китайские. Ну давайте для убедительности еще один пройдите. Ну давайте. Толик, мне уже страшно. Ладно. Держите. Так, ну что у нас здесь? Ху. Пронесло вроде. Подождите. Нате еще для контрольного. Еще один раз вам. Я просто надеюсь, что сейчас все будет хорошо. Пожалуйста. Так, так, так. Фу. Ну все. Одна полоска. Теперь вы точно здоровы. Теперь вы молодой человек. Держите. Давайте сюда. Как? Вот так вот облизать? Держите. А ну-ка. О, тут темно видно выражено. Одна полоска. Все в порядке с вами. Ну все, ребятки. Будьте здоровы. Смотрите мне. Карантин не нарушайте. Буду периодически приходить и проверять вас двоих. Все, а мне пора. Ой, давайте я вас проведу. Пожалуйста. Спасибо. Ой, девушка, девушка, подождите. Забыл. Средство. Средство гигиены. Септодез. Обрабатывайте руки и поверхности. Спасибо большое. Все, до свидания. До свидания. Вот, Олег, нам еще и подарок сделали. Доктор какой-то нормальный. Ну да, я слышала, что в аптеках сейчас ничего не купить. Ладно, пошли обрабатывать. Леночка, и чем будем заниматься на карантине? Ну не знаю. Я, честно говоря, немножко уставшая. Ладно, я пойду что-нибудь погрузу. Мы же там накупили чипсы. Ну иди, ешь твои чипсы. А я лучше отдохну. А то у меня эта акклиматизация какая-то еще не прошла. Леночка, я уже съел все чипсы. Ты что, уснула, Леночка? Блин, а я хотел что-нибудь поделать с тобой. Поиграть во что-нибудь. Ай, чем заняться? Леночка устала, понимаете ли. Хо-хо-хо-хо. Ребята, у меня идея. Леночка ж накупила кучу туалетной бумаги. Не знаю, нафига она ей нужна. Сейчас попрекаемся над Леночкой, раз уснула. Ну что, не проснулась еще? Давай, отлично. Продолжаем нашу идею. Ой, куда, 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 стой. Думаю, одной хватит. Ложись, полежи, Леночка. Я пошел от тебя. О-о-о-о, блин, блин. Вот он. Не поняла. А что за запах? Это... А что такое еще? Толик, ты где? Ребят, всем привет. Посмотрите, я уже реально давно проснулась. Но, по-моему, только одна я и проснулась. И кучу домашних дел сделала. А кто-то у нас продолжает дрыхнуть. Он, наверное, нарывается на какие-нибудь пранки. Пока мы сидим дома на карантине, я придумала прикол. Я буду пранковать Толика сегодня 24 часа. И начнем мы с того, что его разбудим. Так что будет самое веселенькое его утро. Ну что, пошли? Толик, Толик, быстрее просыпайся. Блин, что такое, Леночка? Блин. Доброе утро. Что на утро, Лена? Что ты начинаешь? Пранк. Тебе что, плохо отдыхается? А-а-а, ё-моё. Что ты уже придумала? Блин, что я мокрый? Ё-моё. Блин, ну что вы все мокрые, он. С добрым утром. Просыпайся, потому что нефиг долго спать. Ты что, меня с самого утра не решила достать, а? Толик, ну как тебе утро? Сумасшедшее утро, Леночка. Ты что, тебя все еще на камеру снимаешь? Ха-ха-ха, ну ребята же должны знать, какая наша реальная жизнь. Посмотри, вся кровать у тебя мокрая. Ладно, Толик. У меня и у тебя. Давай, вставай, просыпайся. Открывай окошко, потому что я тебе специально, между прочим, не пускала солнце, чтобы ты хоть немножко да поспал. Ой, ладно, Леночка. Ой, сейчас открою. Ты не лопнуешь. Это что такое? Кто там, Лена? Пранк. Ты что, сумасшедшая? Что ты сделала? Ну как тебе? Я реально подумал, там какой-то человек за окном. Что за хрень на восьмом этаже? Доброе утро. Блин, ну это и жесть. Меня прям передернуло. Внутри. Я чуть-чуть эти кальки не отбросил своими приколами. Все шедиты отсюда. Все, давай, просыпайся и приходи завтракать. Е-мое. Толик, у меня к тебе предложение. Давай в игру поиграем. В какую игру? У тебя что, детство в офисы играло? Да нет, это классная игра. Ладно, я знала, что ты не согласишься с первого раза. Давай на бабло. Смотри, вот держи тебе иголочка. Слышь, на бабло это интереснее, а ну-ка. Смотри, я тебе набрасываю шарик. И если ты шарик прокалываешь, тебе 10 баксов. Если он у тебя улетает, не проколотый, ты мне 10 баксов. Сколько у тебя шариков? Раз, два, три, четыре, пять. Полтос? Полтос просто так? Давай, я согласен. Да. Мне просто его надо протыкнуть? Да. Супер, все, играю, давай. Ну что, деточка, здесь играем? Давай, самое длинное место у меня. Давай, отходи на два с половиной метра. Что так далеко? Хорошо, сейчас, подожди. Раз, два, половина. О, пойдем? Молодцы, хитрюга. Можешь, давай чуть-чуть дальше. Ладно, давайте. А, 10 баксов. Начинаем. Первая десяточка, давай. Давай, красненький. Оп. А, есть. Так, второй. 10 баксов. А, а. Класс. Вот, ребят, у него получается. Давай, 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 давай. А. Блин, это я уже 30 баксов проиграла. Ага, давай, все ракет. А. Ребят, блин, полтос придется только давать. Ну, что поделаешь, сама предложила. Блин. А, Леночка. Это что за хрень? Франк. Е-мое. Круто, Толик опять весь мокрый. Леночка, реально, ну ты ее запарила. Что это за фигня? Я же согласился с тобой поиграть. Что ты делаешь? Ты мне, ты мне полтос должна. Ничего я тебе не должна. Это ради франка. Ты что же повеселился? В смысле? Ради кого франка? Класс. Так, где у нас тут любимый кель для душа Толика? Вот он. Блин, сама уже вымазалась. Оно реально не оттирается. Надо перчатки надеть. Может, хватит? А нет, до последней капельки. Чтобы такой прям ядреный цвет был. Я представляю, это реально классный пранк. Он будет весь похож на Халка. Сделаем с него настоящего Халка. Так, все. Баночку забираем с собой. Так, это аккуратненько. Чтобы нигде не было ничего видно. Ставим на место. Подчищаем свои улики. Так, все забираем. Ой, Леночка, супер. Офигенные котлетки были. Ой, давно я так не ел. Для тебя старалась. Ой, ну хоть вечер нормальный был. Ладно, короче. Пошел я душ приму. Ну давай, только быстренько. Потому что мы еще с тобой договорились фильм посмотреть. Окей. Ну раз ты уже исправилась, постарайся. Ох, ой, ой. Блин. Блин, кому. Ребят, что сейчас будет? Я боюсь себе даже представить. Вот это будет трэш сейчас. Представляете? Весь в зеленке. Я даже боюсь его реакции. Ладно, ждем. Что? Ааааа. Аааа. Что? Аааа. Аааа. Я с тобой разберусь. Надо сваливать. Иди сюда. Аааа. Толич, стой. Успокойся. Спокойно. Ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Как я отмоюсь? Как мне в люди выходить? А тебе зачем в люди выходить? Сейчас мы на карантине сидим. Дома посидим, а смотришь и отмоешься. Как я отмоюсь? А знаешь, у меня есть очень хорошее средство, но корочкой лимона можно потереть. И замечательно зеленочка отмывается. Ну и не дай бог, если сейчас у нас дома не окажется лимона, ты у меня прям сама в маске и перчатках полетишь туда. Не переживай, я тебе помогу тебя оттереть. Сейчас я пойду проверю, сиди здесь. Ребят, это реальная умора. Видели реакцию Толика? Он настоящий Халк. Ну, пока Толик там пошел в магазин свой за продуктами, сейчас я придумаю, как его попранковать. Ну так, чтобы жизнь малиной не казалась на карантине. Ребят, реально крутые идеи. Че, идем смотреть, что будет дальше? Ребят, смотрите, чем я тут занимаюсь. Я реально делаю Толику подставу с нашим шариком, наполненным водой. Он, правда, тяжеловатый. Не знаю, надеюсь, будет держаться. Я его тут надежно приклеиваю. Главное, чтобы этот шарик раньше времени не отвалился исключательным образом на меня. Чтоб сама же в свою яму не вступила, как называется. По-моему, готово. Шикарно выглядит. Фух. Ребята, Стилл купил все самое необходимое. Теперь надо как-то добраться домой, чтобы на полицию главное не нарваться. Так, так, так. Как тут быстро промчаться вот этой дорогой. Фух. Ну, вроде почти около дома добрался. Блин, менты едут на сматы. Блин, не успею. Сейчас же споймают. Что придумать? Здесь спрячем. О, пакет. Ну что? Вроде пронесло. Все, надо быстрее домой. Фух. Вот это поход в магазин. Вроде не попалили. Фух. Ну, наконец-то добрался. Все, в безопасности. Пронесло. Без штрафа обошелся. Ааа. Вот это житуха, ребята, на карантине. Я не против, чтобы еще на пару недель продлили с моими-то гениальными идейками. Что-то там как-то странно подозрительно у Толика, тихо. Пойду, посмотрю, чем он занимается. Вот это да. Вот что я не ожидала от Толика, того не ожидала. Ха. Изобретатель юный, понимаете ли, тут пиво пьет он. Ааа. У меня возникла идейка. Сейчас я тебя напою пивком. Ребят, смотрите, что я придумала. Сейчас ему будет зачетное вкусное пивко. Пошла я. Че за фигня? Че за пиво? Блин. Только испортили вкус пива. Больше никогда на акции пиво брать не буду. Такая гениальная идея. Ааа. Ха-ха-ха. Толик, генератор идей. Ничего, ничего. Сейчас посмотрим, что дальше тебя ожидает. Толик. Да че ты там хочешь, Леночка, я футбол смотрю. Толик, ну мне это здесь нужен. Помощь твоя немножко нужна. Иди сюда. Блин. Ладно, иду, не дашь футбол посмотреть. Где ты, Леночка? Ааа. Что за прем? Брак. Какой брак? У меня, блин, вся спина мокная. Ты че, Леночка? Ребята, круто получилось, правда? Сумасшедшая, ё-моё. Сработало. Блин. Живется тебе, да? Скучно. Ладно, дай пойду я в душ, блин. Толик, подойди на секундочку быстрее сюда. Скорее, скорее. Блин. Че там опять случилось? Это, Леночка, какая-то паникёрша. Где ты там, Леночка? Толик, быстрее, быстрее. Сюда, на кухню. Блин. Ё-моё. Ну ты красава. Ещё в одну ловушку мою попался. Ребят, кому нравится, ставьте лайки. Блин. Блин. Э-э-э-э. Очень смешно. Так это пранкерша ненормальная. Слышь, Леночка, реально хватит стебаться. Блин. Ну тебя в баню. Блин, я уже по машине своей соскучился. Как она там без меня поживает? Ух, чё ты такой грустный, а? Нормальный я, чё и грустный. Все мои цветочки пополивал. Да меня достали уже твои цветочки. Сколько их уже поливать можно? Ну подумаешь, помог чуть-чуть. Кстати, там на балконе ещё надо немножко помочь, а? Что? Леночка, слышь, отстань, дай отдохнуть. Тебе постоянно помогать только и помогать. О! А кто это там, Леночка? Ты чё, кого-то ждёшь? Да нет, вообще-то на дворе карантин. Вообще посещение всякие запрещены. Ну иди проверь-то, да, я тут посижу. Кто там? Уже соседи какие-то. Иди посмотри. Ладно, скажу. Тоник, это походу доктор пришёл снова. Наконец-то доктор пришёл. Леночка, открывай давай быстрее. Хорошо, хорошо, открываю, открываю. О, здравствуйте. Что вы творите? Успокойтесь, стойте, стойте, стойте. Всё, у нас дезинфекция проводится. Мы всё в порядке, мы всё соблюдаем. У нас всё в норме. Не надо нам этого. Ничего страшного, бдительность не повредит. Мало ли какие у нас тут бациллы летают. Вы же ещё контрольную проверку не прошли. А вы просто где-то долго ходили. Никогда нас не могли дойти. Вот я пришёл. Будем сейчас проверять. О, отлично. Тоник, иди сюда. Походу, это проверка. Наконец-то. О, здравствуйте, здравствуйте, доктор. Мы вас уже заждались. Это точно. Доктор, здравствуйте, здравствуйте. Так, рассказывайте мне, как вы здесь соблюдали карантин? На улицу не выходили ли, а? А, нет, нет, доктор, не нарушали. Соблюдали ваши указания, как вы всё говорили, делали. Да, честно, дома сидели. Так, ребятушки, или вы молодцы? Так, ну что, как обычно начинаем с девушки, нужно померить температуру. Держите. Эм, доктор, а ничего страшного, что у вас совсем советский градусник? По-моему, уже бесконтактные есть. Мало ли кто мерил тут температуру, сейчас ещё заражусь. Так, девушка, я не понял, что это вы тут возмущаетесь? Между прочим, я его спиртиком обрабатываю после каждого пациента. Понимаете, или тут попридумывали пикалки китайские нерабочие, через раз каждый ломается. Советский-то надёжный, понятно вам? Давайте быстренько меряйте, а то я сейчас вас в список занесу на продление карантина. Доктор, доктор, вы что? Какое продление? Вы что? Конечно же меряю, вам-то лучше знать. Так, всё. Так, Леночка, давай хорошенько меряй, чтобы с первого раза результат хороший был. Не так, как с тестами на вирус. Так, так, так. Всё, девушка, пару минут хватит, давайте сюда. Оп, а то вы там своими глазёнками сейчас сбавите мне градусник. Угу. Так, 36,8. Ну, пойдёт. Так. Всё, молодой человек, вот я вам сбил, держите. Давайте. Так. Сейчас померяем. Доктор, я думаю, мне хватит. Я даже не сомневаюсь в результате. Надь. Давайте. Посмотрим. Что там у него, покажите, доктор. Так, девушка, успокойтесь. Ну, покажите, я же хочу посмотреть. 38, что ли? Вот. Нет. 36,6, как у космонавта. О, класс, супер, доктор. Карантин закончен. Ура. Так, я не понял, что это за реакция? Доктор, не обращайте, пожалуйста, внимания. Это у него помутнение рассудка на фоне того, что он сидит так долго времени дома на этом карантине. У него там столько работы просто якобы было. И сейчас его немножко клинит. Ну, ясно все. Так, девушка, вам говорю, передадите. Хорошо. Это никакой не конец карантина. Мы всего лишь послабляем вам меры пребывания карантина. Карантин еще не окончен. Но теперь, так как вы здоровы, вы можете выходить на улицу. Понятно вам? Но не забывайте про средства защиты. Обязательно, хорошо. Мы будем и обрабатывать все, и маски, все, перчатки, все как надо будет. Точно передадите этому неуравновешенному? Обязательно. Так, все, у меня еще пациенты. Я опаздываю. Все, не болейте. Удачного дня вам. До свидания, доктор. Толик, я тебя поздравляю с послаблением карантина. Теперь нам можно будет выйти и не бояться в магазин. Леночка, какой магазин? Ты меня запарила здесь со своими стебами и приколами. Во где сидишь. В смысле запарила? Я домой, Леночка. Все, пока. Все, мой дом родной меня заштался. Все, Леночка, чао. Обалдеть. Что он себе позволяет? Я его тут кормила, поила, спать укладывала. Он высыпался сколько хотел. Ребят, ну скажите, что это несправедливо. Не, ну я понимаю, что немножко и постебалась я над ним. Но ничего, зато вам было весело. Ага, домой сбежал. Что мне такого придумать? Кстати, у меня гениальная идея. Я сейчас позвоню своей знакомой медсестре. Да, скоро медицинская помощь слушает. Аля, здравствуйте. Ах, да, добрый день. Как давно вас не было слышно. Ой, да, знаете, мы немножко отсутствовали. А потом этот карантин двухнедельный. Но знаете, мне реально сейчас нужна очень ваша помощь. Ну давайте, рассказывайте, что у вас там случилось? Знаете, к нам сегодня приходил доктор. И нам немножко послабили наш карантин. Нам разрешили выходить на улицу. А вы знаете, что Толик сделал? Он просто как бешеный стал, как только услышал эту информацию. Он быстро собрал все свои вещи и уехал. И представляете, что он не надел ни маску, ни перчатки. Это же настолько опасно. Тем более он так импульсивно убежал. Я серьезно, я думаю, что к нему надо заехать и что-то придумать. Ладно, знаю я, как вам помочь. У меня есть одно волшебное средство. Отлично, замечательно. Большое, огромное вам человеческое спасибо. Я просто знала, что на вас можно положиться. Только у меня к вам убедительная просьба. Как только все сделаете, обязательно мне сообщите об этом. Хорошо. Хорошо, все, спасибо. Спасибо вам еще раз. Отлично. Толечек, жди теперь от меня сюрприз. Я с тобой точно в этот раз разберусь как следует.